Приветствую вас! Я думаю, что история здесь не про ваш возраст. То есть тут я с своим коллегой не согласен. Хотя и, конечно, было бы здорово, если бы мы узнали, сколько вам лет. Было бы хорошо, если бы мы узнали, сколько вам лет. Вот, но тем не менее, тем не менее. Значит, я думаю, что история здесь связана с тем, в первую очередь, что вы человек, который изначально, видимо, неуверен в себе был. То есть вы это вот, ну вы вот тот самый, вот тот самый человек, который, значит, в себе не уверен. Понимаете? И эта неуверенность, она с вами была до того еще, как, значит, ну, что вы начали встречаться с девочкой до того. Ну, связано это с тем, что у вас был, ну, такой, достаточно негативный опыт взаимодействия, вот, с другими людьми, вот, с проявлением силы. И так далее. То есть это вот то, что можно здесь прокомментировать. И, в общем-то, момент, здесь именно такой. Определить, в чем вы не уверены в себе. Определить, в чем вы в себе сомневаетесь. Определить, до какой планки именно вы не способны дотянуться. И с чем это, конечно же, связано. Ну, то есть, если вы не способны дотянуться до какой-то планки, то очевидно, что эту планку вам кто-то поставил. Вы говорите, что вы, значит, небольшого роста и телосложения. Получается, что вы недовольны своим ростом, получается, что вы недовольны своим телосложением. Понимаете? И вот здесь очень важно попытаться ответить себе на вопрос, я от себя требую чего-то, например, там, невозможного, чего-то большего, да, требую от себя. Или я, или нет. Понимаете? Но если я от себя требую чего-то большего, то очень важно понять, кто установил эти требования. Откуда они, эти требования взялись. На чем они основываются, ваши требования к себе? С чем они связаны? И вот, если вы избавитесь от вот этих вот внешних требований, да, перестанете, например, сравнивать себя там с другими. Перестанете, к примеру, к примеру, перестанете ожидать от себя чего-то. Сверх, ну, сверх меры, да. Если вы будете несколько более свободны в этом смысле слова, то мне представляется, что будет вам гораздо легче. Ну, и представляется, что будет вам гораздо спокойнее, если вы перестанете вот пытаться, ну, пытаться соответствовать всем требованиям, которые у вас к себе есть. То есть какие-то, знаете, какие-то представления, да, о том, что я должен, чего я не должен, что я, ну, что я могу, ничего я не могу. То есть это вот абсолютно такая, такая негативная очень реакция, понимаете, очень негативная реакция. Идет вот именно в контексте того, что, как бы. Ярость, всплеск ярости, ну, это такая история, да, такая история. Она, эта история, на мой взгляд, связана именно с тем, кто и что вас обижало раньше. Такое ощущение, что обидчика вы воспринимаете на свой личный счет. Знаете, какая штука. То есть ярость, она здесь излишняя. То есть как бы, да, есть желание защитить любимого человека. Но большой всплеск ярости, это реакция ваша на обиду, которую могут причинить, в том числе девушка, в том числе, в том числе девушка. И очень важно понять, вам понять очень важно, ну, собственно, с чем это связано, с чем конкретно это связано. То есть из-за чего вы так реагируете. Заметьте, я не говорил пока ни слова о самой девушке. ни слова не говорил. С чем это связано? Это связано с тем, что девушка здесь совершенно ни при чем. Не важно, что она говорит, не важно, как она говорит, не важно, почему она говорит. У нее могут быть свои мотивы. Но я не совсем согласен с коллегой в том, что это детский сад. Нет, конечно, конечно, она может быть маленькая, конечно, она может быть еще недостаточно взрослая, вот, и оперировать такими категориями. Но иногда, особенно, если у девочки возникают приступы грусти, это нормально. Другой, конечно, вопрос, откуда эти приступы грусти берутся. Другой, конечно, вопрос, что это за приступы грусти. Потому что я прочитал, когда ваш текст, вот, когда я читал его, у меня возникло ощущение, что девушка пытается, знаете, пытается внимание к себе привлечь, ваше. Вот. Если это так, если это так, действительно, если это действительно так, то, ну, надо сказать, что это очень негативный момент. Потому что, значит, девочка эстероид. Вот. И вам будет необходимо постоянно, снова и снова, завоевывать, вот, ну, завоевывать ее, как бы, вот, внимание, да, постоянно успокоить. Вот. Если же это просто вот такая особенность ее, ничего плохого в этом нет. То есть, опять же, нужно следить за контекстом, да, следить за этиологией развития, так сказать, этого поведения. И уже, исходя из этого, делать какие-то, какие-то выводы. Вот. Ну, соответственно, так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Ага. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне в личку, я буду рад помочь. Ну, вот. И, значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А ситуация, на мой взгляд, не решится, если вы будете там больше посещать зал, там больше будете следить за своей физической формой и так далее. Мне кажется, что дело не в этом, а дело в том, как вы воспринимаете слова девочки, как вы воспринимаете самого себя. Вот. И дело заключается именно в том, насколько вы в себе уверены. И, значит, ни в коем случае не зависит от того, смогли ли вы, к примеру, там, защитить, там, допустим, девушку, да, или себя. Да. Да. Вот. То есть, здесь, вот, в принципе, такая история, ну, такой момент. И, как бы, очень, очень важно, очень важно, вот, как бы, вам на это обратить внимание. Понимаете? Конечно, здесь, значит, ну, конечно, здесь, желательно бы проанализировать, что, как у вас складывается. Отношения, отношения, значит, с девушкой, вообще, вот. Потому, потому, что, ну, без этого, да, понятно, невозможно будет что-либо вам, как бы, ну, сказать такое, вот. Ага, значит, ну, вот, тут уже вы для себя, значит, сами определите, да. Вот, как бы, определите, что вы хотите, хотите, например, проконсультироваться, вот, обращайтесь в личку, значит, буду рад вам помочь. Либо обращайтесь в коллег. Вот, значит, если не хотите консультироваться, ну, тогда, соответственно, просто сами для себя, вот, подумайте. подумайте, как и, ну, как и что будет для вас лучше в этой, ну, в этой ситуации. Вот, значит, вот, в принципе, то, что я вам могу ответить. Ну, вот, в принципе, так. Я вам желаю удачи. Значит, я вам желаю всего самого доброго. Вот, я хочу вам показать, что вы хороший такой душевный человек, я думаю, что у вас всё получится. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Ещё раз. Продолжение следует...